Здравствуйте! Вы на канале Stoffs Market. С вами Поляков Владимир. И сегодня мы рассмотрим установку работы монтажников по печке Казака 9. Казака 9. Чугунная печка компании Кратки. Производство страна Польша. Стильный каминчик. На данный момент, сегодня у нас уже вторая декада апреля. Стоимость 65,039. Цены меняются. Особенно почему-то на отечественного производителя. Польские и сербские печки Казай и Гучелава. Ценник пляшет не сильно. Но все же надо понимать, что и иностранные печки тоже начнут меняться в цене. Здесь у нас высококачественный чугун толщиной 8 мм. Печка оснащена... Мы видим декоративный заборчик, топочка, чтобы предотвратить выпадание дров, когда мы дверку открываем. Диаметр дымохода 150 мм. Дымоход выходит сверху и сзади. Можно патрубок менять. Шиберной заслонки здесь нет. Камин мощностью 12 кВт. Отапливает 300 кубов. По паспорту 325 кубов. Весит 165 кг. Такой добротный чугун. Теплопередача на основании, на пол незначительная. Поэтому здесь установка без подиума. Высота камина 660 мм. Глубина 546 мм. Ширина 775 мм. Так. Давайте посмотрим сам монтаж по порядку. Вот такой объект получили монтажники. Рассчитали материал. Заказчик одобрил установку. Установка стандартная. На пол защита из огнестойкой плиты. Прокладка базальт, фольга. Стены обшиваются профилями. Базальт, фольга, огнестойкие листы. Ну а дальше уже зависит. Вот уже листы обшили. Да, фольга мы видим. Торчит. Но дальше зависит, что подразумевается под работой. Что требуется заказчику. Установка печи. Поклейка плитки на пол. Поклейка плитки на стен. Покраска дымохода. Требуется нет. Это определяет заказчик. Декорация наличником тоже. В данном монтаже Заказчик попросил, кроме установки, поклеить плитку на подиум. Потому что самому потом в дальнейшем это будет совсем неудобно. Печку поднимать. Либо обходить ножки деревянные. Вырезать плиточку. Ну тоже не камильфо. Поклейку же плитки на стены. Решил заказчик сделать самостоятельно и декорацию наличником. Плиточка 200 на 600, как мы видим. Два ряда. 5 и 5. То есть подиум у нас вот такой. Если его можно назвать подиумом. Получился метр на 1200. Первый участок трубы одностенный. Далее шиберная заслонка. Перешли на сэндвич. И с сэндвич трубой побежали вверх. Трубы заказчик попросил покрасить. Дымоход компании Феррум. Толщиной 0,8. 430 марка стали. Качественный дымоход, который используем в 90, наверное, 95 процентах случаев. Если уж заказчик располагает большим бюджетом, здесь используем дымоход под брендом Крафт. 316 сталь. Хотя у них там есть и 304, и 310. Но 316 это вот такая классика. То есть ферритный, аустенитный дымоход. Все от бюджета. Печка установлена в пристройку к дому. Сейчас мы еще посмотрим. Выходит в наклонную кровлю. На кровле силиконовый мастер флэш. И побежал далее дымоход. Вот логотипчик компании Феррум. Здесь, так как 3 метра сделали растяжки вот такие из профиля. Сильно высокий дымоход заказчик не захотел. Но опять же тут уже по месту будут смотреть по тяге. требуют наращивания или не требуется. Растяжки сделали, потому что снег может всю эту конструкцию дымоходную вывернуть вместе с кровлей. Снегозадержатели тоже приветствуются. Ну и постоянный контроль вот за такой дымоходной системой. Как скапливается, с какой стороны снег. С этой или с противоположной. Здесь надо смотреть. То по весне многие в СНТ и у меня соседи был год вроде снега мало, а все вывернуло. Дымоход с ледничок. Ледник сползал и снес. У ледника кавычках, да? это уже печка в работе. Монтажник сдает работу, сдает не заказчику, а как я понимаю главному строителю там на объекте. протопка. Дымоход будет выгорать. Вот покрашенная часть, покрашенная цертой термостойкой краской будет выгорать, выделяя едкий запах. Сколько? Проветривать здесь надо, потому что запах действительно такой едкий. Многие говорят, а почему вы не красите заранее на складе, а на объекте? Ну, потому что краска кристаллизуется, выделяя как раз этот едкий запах, после первой растопки. И если покрасишь, но не протопишь, пока везешь, краска местами вползет. Поэтому, конечно же, покрасили и протопили. Вот у нас идет протопочка. Тяга хорошая, подвижной зольный ящик, съемный чугунный колосник, красивый обзор. Красивый обзор. Такое панорамное стекло. Краска заткнулся. Красивая печка, стильная печка. Будет у меня дом, наверное, такую поставлю. Просто красавица. От интерьера тоже зависит много, от поклейки плитки, какую плитку выберет заказчик, от этого тоже много зависит. Так, еще раз печку увеличим. печка без плиты. Казак А9. 65 039 рублей. Сейчас идет акция на эту печку на монтаж минус 10 тысяч работа монтажников, поэтому давайте, если кому печка требуется и эта печь понравилась, обращайтесь, потому что сейчас идут звоночки по бахте, старые видеоролики смотрели, а у вас там скидка. Но в описании к видео всегда скидка прописана и ограничена по какой-то дате. поэтому читайте описание. Следующий вопрос, который задают, а почему сайт заблокирован? Ну, честно, вот некогда эти цены редактировать, потому что сначала, даже, наверное, не года, а сначала марта. нет, в декабре, в конце декабря цены поменялись, потом с марта начали опять сильно плясать, меняться, и смысл этим заниматься, просто нет времени, сайт я заблокировал. Когда все нормализуется по цене, я сайт возобновлю, конечно, ряд позиций почищу, посмотрю, какими печками имеет смысл заниматься, какими нет. Вот как бы так. По поводу магазина, тоже писали комментарии, проезжаем, магазин закрытый в субботу. Магазин как склад, магазин как пункт выдачи товара, поэтому заранее звоните, если что требуется. Это не выставочный зал, за неделю проходит порой там 7-8 объектов, какие-то объекты, по 3 объекта монтируют монтажники, материал находится в магазине и здесь либо выставку делать полноценную, либо еще снимать склад, но смысла в этом нет. Это показывает опыт. Работаю я с печками с 2008 года. Хорошей вам рабочей недели, всего доброго, до свидания, обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...